Теряются в лесах и уходят из дома. Летом количество пропавших без вести увеличивается. Пропадают в лесах, когда уходят за грибами и ягодами, отправляются на поиски приключений. Искать пропавших без вести приходится спасателям, силовикам и добровольцам. В нашей студии координатор регионального поискового отряда Лиза Алерт Валентина Савинова. Сегодня мы поговорим о том, как уберечь своих близких от опасности. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу первый вопрос. Много ли летом работы? Очень много. Лето – это пик сезона. Начинаются грибы и ягоды. Люди идут в лес. Самое страшное, наверное, это дети и пожилые люди, которые принципиально не берут телефоны с собой. Лиза Алерт. Что это за объединение? Много ли у него добровольцев? Да. Лиза Алерт – это объединение всероссийское. На данный момент в 40 регионах Российской Федерации мы присутствуем именно как отряд. И получается, что в нашем регионе порядка 100 человек добровольцев. Мы получаем заявку о том, что пропал человек, предположительно, он пропал лесу. Мы объявляем так называемый сбор, устанавливаем место, куда мы съезжаемся, собираем. Там будет место штаба, откуда уже будут даны задачи на поиск. И люди будут уходить в лес, поле, ближайшие населенные пункты. Даже мы объезжаем территорию, оклеиваем. Потому что человек может выйти на дорогу, выйти в соседний населенный пункт. Валентина, давайте смоделируем ситуацию. Я собираюсь, например, в лес за грибами. Как я должна себя вести? Что я обязательно должна с собой взять? Вам нужно забыть про стереотип, что очень удобно в Каву пляже. Да, действительно, туда удобно. Но вы сделаете все для того, чтобы мы вас очень долго искали, если что-то случится. То есть яркая одежда – это самое главное. В том числе для детей, обязательно для детей. Возьмите с собой запас еды и воды с учетом того, что вы можете там застрять, потеряться хотя бы на сутки. Возьмите с собой компас. Есть очень простые видео, обучающие, как с ним пользоваться и как с помощью него не потеряться в лесу. Очень простые принципы. Возьмите с собой мобильный телефон, заряженный. Это обязательное условие. Потому что вы всегда можете позвонить, если не нам. Кстати, вы к нам тоже можете позвонить, если вы вдруг потерялись. То в службу 112. Возьмите с собой спички, зажигалку. Возможно, взять с собой, допустим, тот же свисток, который на более дальнее расстояние передает звук. И если вдруг вы уже устали, охрипли, как это бывает часто с пожилыми людьми, они не могут громко кричать, они даже уже и говорить-то не могут. Но свистнуть можно всегда. Что делать, чтобы не заблудиться? Есть какие-то стереотипы, которым люди следуют и которые неправильны? Ну, самые неправильные стереотипы – это то, что я ходила в этот лес всю жизнь, я здесь никогда не потеряюсь. Это самое страшное. И 90% пожилых, особенно людей, именно так и теряются. Потому что за 30-40, а то и 50 лет лес изменился полностью. И буквально шагнув два шага в сторону, от тропинки вы теряетесь. И уходите дальше, не сразу понимая, что вы потеряете, соответственно, вы можете уйти очень далеко. И не надо ходить в лес одному. Даже мы не ходим в лес по одному. Когда вы уходите в лес, обязательно предупредите своих родственников, куда вы пошли, на сколько вы пошли и во сколько вы планируете вернуться. Я заблудилась. Какой должен быть алгоритм действий? Первое, это самое главное – это оставаться на месте. Потому что если вы будете продолжать двигаться, вы можете уйти еще дальше и усложнить свое же положение. Второе, это также очень важно – не передвигаться ночью. Потому что это опасно для здоровья, для жизни. Если у вас есть мобильный телефон, то есть позвоните в службу 112. И главное, действительно оставайтесь на месте. Постарайтесь вспомнить, что вы проходили, объяснить это спасателям. Далее, если у вас есть спички, разожгите костер. Потому что если будет возможность выслать к вам вертолет, он вас очень быстро найдет по дыму. И также, если будет снижение температуры, вы не замерзнете. И также не подвержите свою жизнь опасности. И откликайтесь, если вас будут звать. А что делать родным, когда нужно начинать бить тревогу в таких случаях? Сразу же. То есть лучше пусть мы остановимся, развернемся на полпути, чем мы опоздаем даже на час. А какая помощь нужна поисковому отряду? Я знаю, недавно подарили внедорожники. Насколько это нужно и что еще необходимо? Ну, помощь нам нужна всегда, начиная от канцелярских товаров и различные оборудования, которые мы используем непосредственно уже при поиске человека в природной среде. Это туристические навигаторы профессиональные. Это рации, фонари и компасы. То есть это то оборудование, которое должно быть у каждого поисковика в лесу. То есть чтобы мы не увеличили количество пострадавших, не останавливали поиск. И, увы, это оборудование все достаточно дорогое. И мы под каким предлогом никогда не собираем финансовую помощь, не принимаем ее. То есть мы принимаем именно оборудование. Спасибо большое, Валентина. Пожалуйста. А я напоминаю, сегодня мы беседовали с координатором регионального поискового отряда «Лиза-Алерт».